Привет, воин! Я рад приветствовать тебя во втором видеоуроке из видеокурса Как эффективно работать на мешках. В прошлом видеоуроке я тебе показал комбинации, которые нужно отрабатывать на силу, комбинации, которые можно работать в скоростном режиме. Также ты увидел, как нужно отрабатывать чувство дистанции, сокращение дистанции и перемещение вокруг мешочка после своих ударов, уклона, нырки. В этот видеоурок я посвящу выносливости именно для ударника. То есть, если тебе нужна выносливость в ринге, в уличной драке, то нужно и работать в соответствующем режиме. То есть, одно дело, кроссфит, железо, турник, это все здорово, это все повышает общую физическую выносливость, силу. Но ударник, да, это удары, это руки, руки, движения, ноги, движения, удары. Это совсем другая работа. Поэтому, если развивать именно выносливость ударника, то нужно работать в таком соответствующем режиме. Сегодня я тебе покажу очень классную систему, которая называется пирамида. Мы сегодня будем делать обратную пирамиду. Вообще, систем на развитие выносливости именно для ударника очень много, и я тебе их покажу, но об этом позже. Сегодня мы возьмем три удара и будем работать обратную пирамиду, которая называется 20-22, да, три двадцатки. То есть, в чем она заключается? Сейчас я покажу, ты увидишь, поймешь и будешь работать. Итак, пирамида три двадцатки. Мы берем, я беру, тебе покажу, прямые миддлкики, апперкоты. Какая суть работы? Начинаю работать каждый из этих ударов по 20 раз. Я бью 20 прямых, 20 миддлкиков, 10 левой ногой, 10 правой и 20 апперкотов. Потом, без остановки, не останавливаюсь, я сразу бью 18 прямых, 18 миддлкиков, 18 апперкотов. Потом 16, 14, 12 и так опускаюсь до нуля. То есть, вот такой вот смысл пирамиды. Задача, все время наносить удары, начиная с 20, опустившись до нуля. Работая, три разновидности. Как это будет? Смотри. Работая, три разновидности. Работая, три разновидности. Это довольно тяжелое упражнение. Я бы сказал, очень тяжелое. Особенно, если ты новичок, не сильно подготовленный. Можешь начать не с 20 ударов, а, например, с 10. Попробовать пройти эту пирамиду. Если нормально все прошел, тогда поднимать себе уровень до 15, до 20. Но, задача какая? Очень важно работать в максимальном темпе, при этом довольно сильно, да? То есть, держать скорость и сил. То есть, одно дело, если просто работать, стоять, делать 20 ударов просто на касание, это одно дело. Это совсем другие силы надо, да? Это вообще, ну, как бы, не то. Наша задача имитировать, да, такое, как поединок, то есть, в бою. Ты же вставляешься, ты же не будешь гладить противника. То есть, делать удары в таком же режиме. То есть, если ты пьешь, ты стараешься бить, как бы, чувствительно. Понятно, что это не максимально сильно, но это чувствительно должно быть, и должна быть скорость и сила в ударах. Итак, опускаемся с 20 до 2 ударов. Как я говорил, уже это довольно тяжело. Удары я взял прямые, миддл кики, апперкоты. Можно брать любые на разной, да, выполняя эту пирамиду в разные дни, например, или на разных тренировках можно найти удары, менять. Например, сегодня прямые миддл кики, апперкоты работали. На следующей тренировке взять боковые колени, локти. То есть, любые эти удары чередовать там, или лоу кики, или хай кики. То есть, это не важно. Важна суть. Скорость, сила без остановки проработать всю пирамиду. Тяжело, но нужно. Это отличное упражнение для наработки именно бойцовской выносливости. Я думаю, тебе было полезно сегодняшний видеоурок. Я в этом уверен. Оставляй свои комментарии под этим видео, делись впечатлениями. И обязательно до встречи в третьем видеоуроке, где мы будем обсуждать бойцовский IQ. И я тебе покажу упражнения и наработки, которые развивают бойцовский IQ. И больше об этом поговорим, скажем так. Бойцовский IQ и координацию движений. Счастливо. До встречи в третьем видеоуроке. 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 Продолжение следует...